Подводя итоги уходящей недели, по календарю еще весенний-зимний, говорили о том, как устраняли последствия снегопада. Как отработали управляющие компании в части уборки дворов и спецавтобазы ЖКХ в части расчистки улиц и дорог. Необходимо, подчеркнул Владимир Жуковский, обеспечить безопасность жителям многоквартирных домов. Уборка с крыш снега и сосулек – зона ответственности обслуживающих организаций. Одна уже получила наказание в виде штрафа. При таянии снега нельзя допустить затопление дворов и частного сектора. Так что у спецавтобазы ЖКХ фронт работ пока существенно не меняется. На сегодняшний день вся работа именно с дорожным полотном завершена, в принципе, на удовлетворительном состоянии. На некоторых участках мы, конечно, подсыпаем. Каждое утро сейчас там, где стекают кучи, мы обрабатываем противогололедным материалом. Это особо опасные участки, спуски, подъемы, повороты всевозможные. Основная сейчас задача стоит решить проблему уборки снега с тротуаров. Сейчас мы усилились, уже третий день работаем именно по тротуарам. Работает у нас пять бригад, которые занимаются подсыпкой особо опасных участков. С шести утра выходят, когда самый пик подмораживания идет. С обеда выдвигаем технику, когда немного рыхлость снег набирает. Вот именно погрузчики выходят, мини-погрузчики. Их работает три постоянно. Если судить по первым дням весны, она выдалась ранней. Устойчивые плюсовые температуры в дневное время, но именно ранняя весна обманчиво утверждают метеорологи. Во второй декаде к нам вновь могут вернуться холода. Но у коммунальщиков свой график весенних работ и сбои в нем нежелательны. Так рабочие Абаканского паркового хозяйства приступают к обриске деревьев, завершить которые необходимо до 20 апреля. Параллельно нужно готовиться к весенним посадкам, а там не за горами формирование и высадка клумб. Семена цветов в теплицах паркового хозяйства дают первые всходы. В последние дни зимы в Управлении коммунального хозяйства и транспорта прошли общественное слушание по благоустройству дворов. 18 дизайн-проектов с собственниками были согласованы. После этого была проведена муниципальная общественная комиссия, на которой были утверждены все дизайн-проекты. И на сегодняшний момент всеми управляющими компаниями проводится работа по заключению договоров с подрядными организациями для выполнения таких работ. С апреля месяца при положительных температурах работы во всех дворах будут начаты в соответствии с графиками. Тем жителям, кто мечтает о благоустройстве двора в 2024 году, необходимо знать, что прием заявок продолжается до 26 апреля. Первые 8 уже есть. Также объявлены сроки голосования за благоустройство общественных территорий. Оно стартует 15 апреля и в этом году от абаканцев потребуется очень высокая активность. Из года в год благодаря нашему участию город благоустраивается и становится уютнее. Немалая в этом заслуга и всех работников коммунальных предприятий. В марте они отмечают свой профессиональный праздник. Очень важно наградить лучших работников, подчеркнул сегодня Владимир Жуковский. Тех, кто оперативно обеспечивает нам чистые дороги и дворы после снегопада, дарит ухоженные парки и цветочные клумбы. И тех, чью работу мы даже не замечаем. А значит, она сделана хорошо.